привет ребята на связи с вами серега и сегодня мы будем учиться с вами вставлять на сайт яндекс карту ну соответственно установка настройка и так далее для того чтобы работать по этому занятию в первую очередь в описании к данному видео скачайте пожалуйста архивчик и у мэп распакуйте у вас получится папочка и вот эту папочку открываете в редакторе и соответственно давайте для начала мы создадим меточку в программе photoshop здесь в этой папочке есть папка map pin и тут можете выбрать любой из архивов map pin либо map pin 2 это карты в psd формате точнее пины для нашей карты которую мы будем размещать итак я открою map pin так открою вот этот файл photoshop и и меня интересует вот эта самая штучка видим да давайте мы увеличим наш телефон в размере так так вот обратите внимание что здесь сразу идет комбинация клавиш я нажимаю control плюс и у меня появляется точнее увеличивается масштаб так дальше нас интересует желтая по моему метка если мне память не изменяет да вот эта меточка я ее раскрываю и отсюда давайте я удалю сначала наш air план он нам тут не нужен так и у нас остается вот только этот кружочек отлично теперь у нас также здесь идет картинка лога то есть в принципе вы можете использовать свое лога можно даже спокойно использовать svg картинки для яндекс карп поэтому если у вас есть иконка в svg формате подобно вы можете спокойно ее вставить итак давайте я перетяну логотипчик сюда так поставлю вы приблизительно по центру вот и здесь сразу не применяя масштаб делаем вот тут вот ширина и высота если вы уже что-то сделали и вас картинка разместилась полностью вы можете выбрать редактирование трансформирование и масштабирование и сможете тоже менять масштаб давайте поставим по моему 14 ставил до 14 процентов от оригинала то есть чтоб она вот так вот вписалась наша картинка жму вот на этот инструмент так вы нажимаю поместить и у меня появляется вот эта иконочка дальше я делаю обтравочную маску правой кнопкой по слою с нашим логотипом и создать обтравочную маску все видим что она отображается на фоне нашего кружка а границы у нее исчезли можно даже сделать немножко полупрозрачным для этого давайте посмотрим сюда и здесь если мы уберем обводку она пропадет а кстати давайте обводку сделаем пожирнее потому что у нас этот кружочек будет уменьшен и обводочка будет вообще бедно смотреться и теперь давайте мы пойдем в параметры наложения и выберем непрозрачность заливки то есть можно вот так видите было плохо видно ну давайте где-то под 77 процентов поставим нашу заливку или давайте вообще полностью все-таки давайте так все отлично у нас эта меточка есть теперь можем свернуть вот этот слой правой кнопочкой и быстрый экспорт png давайте мы выберем так и теперь я перехожу в рабочий стол так юмэп и и мэйджис здесь кстати у меня уже есть один юмэп видите да давайте мы его назовем юпин так пин все сохраняемся и у нас уже появляется вот такой вот пин видите да достаточно большая картинка 148 на 158 но на карте мы сможем регулировать размер либо можете сразу в редакторе сделать ее поменьше и так иконка готова теперь мы можем двигаться дальше идем в новую вкладочку и здесь я вбиваю яндекс карты api вот она так здесь сразу же переходим на документацию и тут в принципе можно идти по шагам вообще если хотите можете разобраться сами потому что api здесь очень понятное с множеством примеров поэтому в большинстве случаев у вас здесь не должно возникнуть никаких трудностей и так для начала нам необходимо подключить само api давайте мы вот скопируем вот этот тот скрипт так перейдем в наш редактор файл индекс html и смотрите на яндексе советуют его вставлять в тег head но я пробовал и он нормально работает и когда мы подключаем его перед закрывающим тегом body давайте его сразу после jquery включу второй шаг это подрубить контейнер в котором мы будем вводить наши яндекс карты давайте мы тоже вот это скопируем вставим наш редактор давайте вот прямо здесь айдишник обязательно надо будет указывать но вот этот стайл мы можем и не прописывать а прописать все файли стилей давайте отсюда добавлю класс и напишем май мэп сохранимся и теперь переходим в файл стилей и открываем его и вот сюда давайте прямо после вот этого тега мэйн я занесу май мэп и сюда просто добавим высоту в пиксели 500 пускай будет сохранимся ширину можно не писать потому что вот этот див у нас и так блочный элемент и карта соответственно будет растягиваться на всю ширину блочного элемента поэтому мы прописали только высоту так дальше мы открываем файл джесс и уже в нем будем делать основные настройки нашей карты и так для начала нам необходимо создать вот эту самую карточку и здесь обратите внимание рекомендуется использовать вот этот юмап рэди и нит то есть это для того чтобы наш api был загружен когда уже будет сформирован документ давайте мы вот это все скопируем и перейдем опять в наш редактор и вставим вот сюда все в принципе у нас карта уже должна работать я сохраняюсь открываю файл индекс html так и смотрим что у нас здесь происходит видим карточка загрузилась однако у нас здесь все не на русском для того чтобы стало все на русском давайте мы перейдем назад в яндекс и здесь выберем локализация карты я открою его в новой вкладке потому что мы то сразу свалим и все что нам надо сделать чтобы было на русском это дописать к ссылочке лэнг ru вот она так скопируем идем назад файл индекс html и вот здесь видите у нас лэнг тр идет мы его заменяем на вот этот лэнг ru так сохраняемся идем назад смотрим что у нас происходит и теперь у нас карта должна быть полностью на русском дальше нам необходимо выбрать локализацию закрою наше место на карте так здесь обратите внимание есть штука такая как определение координат давайте мы тоже откроем ее в новой вкладочке так и здесь мы сначала давайте введем нужные нам координаты для этого я буду просто использовать так свой адрес так беларусь лида тухачевского так должно появиться тогда вот наша карта ну где-то пускай вот тут будет у нас центр карты видите мы вот это дело копируем идем в файл gs и сюда вставляем вот так вот обратите внимание что если вы будете подключать яндекс api версии 1 то там координат перепутаны местами то есть их надо будет прописывать наоборот ну и здесь зум это увеличение карты она тоже там есть у нас тут написано 16 поэтому мы ее скопируем и вставим эту циферку все в принципе сохраняемся так идем на наш сайтик обновляем страницу и смотрим чего у нас стало так видите да то есть вот мой город лида вот моя улица это даже мой дом так и здесь все прекрасно отображается поэтому мы можем двигаться дальше возвращаемся в документацию api и идем к четвертому шагу где у нас расписано как можно быстренько добавить метку и так видим мы сначала задаем переменную и в нее уже вносим параметры нашей метки давайте мы это сделаем скопируем наш код так ставим его вот сюда под переменной май мэп и так как это у нас переменная и меток у нас будет много поэтому давайте мы добавим сюда единичку и вот сюда мы добавим нашу переменную так запятая так и вот тут place mark 1 здесь давайте я немножко разобью код чтобы он был читабельнее так вот и первым делом нам необходимо сделать это поставить координаты так первые координаты так я хочу разместить прямо на своем доме так давайте вот здесь на циферке 27 так я это дело скопирую и опять таки вставлю вот сюда однако еще наша метка отображаться не будет почему потому что мы ее просто задали и теперь нам надо сделать ее вывод чтобы сделать вывод метки опять идем в наше api и здесь видим вот при помощи такой штуке она выводится давайте я скопирую так вставлю пониже вот и обратите внимание то есть у нас сначала и шла переменная май мэп в которую мы заносили нашу карту в блок с идентификатором мэп и координатами и потом мы получается вот выводим вот на этой карте нашу меточку видим да давайте я только допишу здесь один потому что у нас my place mark 1 сохранимся обновим нашу страницу и посмотрим так обновляемся видим появилась метка ну покуда подсказка москва и содержимое столица россии теперь сделаем настройки балуна кто не знает что такое балун это вот эта область которая показывается прикликли на нашу метку и так давайте мы перейдем в начало работы с api и здесь перейдем в руководство и здесь выберем объекты на карте нет карта по моему да вот видим здесь есть балун и хинт давайте мы перейдем сюда и тут видим что мы можем использовать как обычный html со стилями так и просто какой-то текст давайте мы скопируем его и вставим в наш редактор вот сюда так вставляем я выровняю все чтобы было более наглядно ну и тут давайте напишем первое это название нашего балуна так балун шалун штаб мастер css так здесь напишем так здесь живу я и алиса так это моя собака если кто не знает здесь это футур бытие моё так ну и подсказка в этом доме живу я все сохраняемся переходим на нашу карту давайте мы обновимся так и посмотрим при наведении видим в этом доме живу я ну и при клике появляется штаб мастер css и все что мы здесь написали ну и как вы видели в примерах мы можем здесь использовать любой html код и собственные стили давайте попробуем ну например я выделю шапочку и обрамлю ее в тег спан с классом например map red то есть сделаем текст внутри красным и также мы можем сюда вставлять и картинки например давайте мы выделим вот эту картинку что на сходе идет логотип скопируем и вставим его вот сюда так и потом 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 здесь давайте поменяем не май лога опять-таки мы получать у нас будет два класса это map red и map peak давайте мы ими воспользуемся так для начала map peak он впервые там идет и здесь мы пропишем следующее ну давайте ширина например 32 пикселя высота тоже 32 чтобы текст и картинка были приблизительно по центру мы напишем так ведь call line middle так и в принципе в принципе наверное все так давайте мы опустимся ниже и тут заведем стили для map red так ну и опять-таки можно увеличивать шрифт в общем все что угодно делать мы просто пропишем собственный цвет так вызываю окошко и и здесь давайте я выберу какой нибудь так ну вот такой цвет например все сохраняемся идем в браузер обновляем и смотрим что у нас тут получилось так кликаю и видите все у нас отображается но сейчас таким же макаром я размещу еще три метки так поехали и 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 Как видите, все довольно-таки просто. И теперь давайте мы поменяем иконки наших меток на наши картинки, которые сделали в начале этого занятия. Итак, переходим назад в API. И здесь выбираем пункт «Объекты на карте». И тут есть, видим, задание стиля метки. То есть мы можем задавать различные стили меток. Здесь есть собственный набор встроенных стилей. Вот здесь перейдите и посмотрите. То есть видим, разные штуки можно делать. Так, и либо можно задавать собственные картинки, даже спрайты здесь и даже иконки от Bootstrap. То есть только для этого необходимо подключить файл Bootstrap стилей, ну и соответственно, чтобы там был доступ к иконкам. Итак, смотрите. Так как мы будем задавать собственную картинку и прописывать каждой метке одну и ту же картинку будет нерационально, мы с вами будем использовать специальные геоколлекции. Точнее, коллекции геообъектов. Вот. Вот они задаются таким простым способом. Мы задаем переменную и в ней указываем геоколлекцию с общими настройками для наших меток. Давайте мы вот это дело все с вами скопируем. Так, перейдем сюда. И здесь, например, ну давайте вот прямо под MyMap. Так, создадим собственную геоколлекцию, назовем переменную MyPin. Так вот. И здесь, в принципе, уже можно все это дело применять. То есть, вот как в примере, сделать метки красными и сделать возможность их перетаскивания. Давайте мы сохранимся. И все, что нам необходимо сделать, это поменять вывод наших меток на вывод геоколлекции. То есть, сначала мы добавим все наши метки в нашу геоколлекцию. Давайте я сделаю дубликат строки. И здесь мы пишем вместо MyMap задаем MyPin. То есть, заносим все меточки в нашу геоколлекцию. Геообъект мы удаляем отсюда вообще. Так, ну и ниже мы с вами задаем вместо вывода каждой метки вывод нашей коллекции. Так, вставляем. Все, в принципе, должно работать. Давайте мы сохранимся. Давайте перейдем на наш сайт. Так, и посмотрим, работает или нет. Так, видим, все метки, видите, да, стали красными. И мы их можем спокойно перетаскивать. Но это нам, конечно же, не надо. Поэтому я эту функцию отключу. И нас теперь интересует размещение собственных картинок. Итак, смотрите. Так как иконки у наших меток будут все одинаковые, мы все эти настройки засунем в одну геоколлекцию. То есть, видим, вот здесь показано, как выводить собственную иконку. Давайте мы скопируем все это. Так, и вставим вместо того, что написали выше. Так, вот сюда. Отлично. Так, теперь здесь, обратите внимание, мы указываем путь. То есть, тут мы указываем, что будем использовать собственное изображение. То есть, картинку. Можно, я уже упоминал, и svg-формат. А вот здесь мы указываем путь картинки. Но, ребята, помните, что мы указываем путь от того файла, в котором будет работать карта. То есть, не от нашего файла.js. А получается, мы подключили карту в файле index.html. И поэтому путь мы здесь указываем от местоположения вот этого файла. Ясно, да? Надеюсь, не забудете, потому что иначе будет ошибка пути картинки. Итак, мы пишем сразу же папочку image. Images. Вот так вот. Здесь слэш. И задаем. Так, следующее. My, по-моему, pin.png. Так, посмотрю еще раз. Точнее, upin. Вот так вот. Так, хорошо. Теперь давайте мы вот здесь настроим размеры нашей иконки. Так, я открою ее в редакторе. Она у меня не квадратная. Поэтому я подсмотрю размеры при уменьшении. Так, сделаю уменьшение. И, например, что я хочу. Так, 60. Ширина и 64 высота. Отлично. Так, ну, можно сразу же, конечно, сделать иконку нормальной. Ну, давайте уже так. Так, 64. Все. Сохраняемся. Идем в наш файлик. Точнее, на наш сайт. Обновляем страницу и смотрим, поменялись ли мои метки. Видим. Все есть. Но, обратите внимание, наши метки, они съехали с места за счет того, что мы применили собственную картинку. И мы, соответственно, можем их отодвинуть. Например, минус, ну, давайте на половину 32 пикселя или минус 30 пикселей сдвинем, получается, влево. Ну, и вверх, ну, давайте на пиксели 60. Так, сохранимся. Так, обновляю карту и смотрим. Так, наши метки, видим, сдвинулись. В принципе, почти нормально. Только я хочу сделать еще чуточку повыше, чтобы они были над этими значками. Так, давайте здесь делаем 70. А тут, ну, нет. Так, 27 давайте. Так, сохранимся. Обновимся. И смотрим. Видите, да? То есть, все у нас отображается нормально. Так, ну, давайте чуточку пониже. 65. Так, сохранимся. Еще раз обновляемся. И вот таким образом мы разместили все наши метки. Итак, ребята. Бывают иногда ситуации, когда нам необходимо изменить поведение карты. Что я под этим подразумеваю? Например, если у вас будет карта на весь экран браузера, и вы попробуете проскроллить страницу вверх либо вниз, то вместо скролла у вас будет либо увеличиваться, либо уменьшаться ваша карта. Что, согласитесь, не очень-то и удобно. Либо, когда на мобильной версии вы, например, опять-таки попали в такую ситуацию, когда карта на весь экран и пытаетесь пальцем проскроллить, опять-таки будет то же самое, потому что наша карта будет ездить, а не скроллить. То есть, это иногда надо отключать. То же самое есть, когда мы будем кликать два раза правой кнопкой мыши, либо два раза левой кнопкой мыши. Ну и, соответственно, пальцем. Если мы будем кликать два раза, то карта будет увеличиваться. Ну и мы еще можем выделить какой-то участок, и он тоже увеличивается. То есть, вот это все поведение мы можем с вами спокойно отключать. И для этого, опять-таки, воспользуемся API. Перейдем сюда и нажмем пункт карта. И здесь есть подпункт поведение. Давайте щелкнем и видим. Вот они задаются через BHBORS. Ну, не знаю, как правильно читается. Более подробно расписано все вот здесь. Так, давайте я кликну. Видим, вот описаны все полностью поведения. И мы их, соответственно, можем подключать, либо отключать. Например, если мы пишем поведение в Disable, то мы, соответственно, их отключаем. Если пишем в Enable, то, соответственно, включаем. Итак, давайте мы заведем переменную MyMap. Так, точнее, она у нас уже заведена. Просто мы сюда добавим Behaviors. Так. И дальше ставим точку и отключим некоторые элементы управления. Disable. Так, точка запятой. Здесь круглые скобки. Так. И внутри них идут квадратные скобки. Так, вот так вот. Дальше переходим назад. И смотрим, что у нас тут есть. Во-первых, давайте мы отключим Drag. То есть, видим, да? То есть, это перемещение карты при нажатой левой кнопке мыши, либо одиночным касанием. Так. Мы это скопируем. Так. Здесь я заведу кавычки. Вставлю Drag. Поставлю запятую. И также давайте еще отключим Scrolling. То есть, чтобы при скролле колесико мыши наша карта не ездила. Так. Скролл. Зум. Вот он. Так. Опять-таки, кавычки. Вставляем. Давайте мы сохранимся и посмотрим, все ли у нас получилось. Так. Обновляю карту. И пробую. Вот теперь я скроллю. Видим, и карта не увеличивается, а идет скролл страницы. То же самое, если я зажму левую кнопку мыши и попробую поперетаскивать, как это было до этого. Все равно, видим, карта остается на месте. По умолчанию на нашем сайте есть много различных кнопок и полей. Это элементы управления. Каждый выполняет свою функцию. И мы их можем, соответственно, подключать, либо отключать. Итак, давайте мы перейдем в нашу API. Так. И здесь выберем элементы управления. И, в первую очередь, обратите внимание, что в API 2.1 есть набор элементов. То есть, для больших экранов мониторов, то есть, для больших карт, для средних и для маленьких. То есть, соответственно, видим, кнопочки будут смотреться немножко по-другому. Ну, конечно, когда на ваш сайт зайдут с мобильного, то кнопки сами автоматом поменяются с больших на маленькие. Но вы можете это контролировать. Видим, вот там, где подключается карта. Давайте мы скопируем этот controls. Так. И здесь поставим запятую и вставим его. Так. Сохранимся. Обновим страницу. И обратите внимание, у нас все наши кнопочки, видим, стали вот такими мелкими. Так. Ну, давайте мы это дело отменим. Так. И попробуем какие-то кнопки добавить, какие-то убрать. В принципе, делается тоже очень просто. Мотаем ниже. И видим, вот у нас кнопочки. Например, какой кнопки у нас тут нету. Вот. Построение маршрута. Этой кнопки у нас нет. Мы просто это копируем. Так. Идем. Так. Сюда. Вставляем ниже. Так. Ребята, обратите внимание, что вот впереди идет MyMap. Потому что у нас тут переменная MyMap. Если бы тут была MyMap1, мы, соответственно, везде писали бы MyMap1. Не забывайте про это. Так. И тут мы добавили эту кнопку. Сохранились. Так. Обновляемся. И она у нас сейчас должна появиться. Вот она, видите. Есть. Ну, и таким же образом мы можем убирать любые кнопочки. Давайте мы вместо Add вот здесь напишем Remove. Так. Давайте с новой строки пускай у нас идет это дело. Все. Мы убираем. Ну, что, например. Например, геолокацию, то есть определение местоположения. Точнее. Так. Делаю дубликат строки. Так. Запятую тут ставим. Что еще мы можем убрать? Например, поиск по сайту. Так. Ну, вот это в основном нужно на одностраничках, где просто показывается карта с отображением офиса. Так. Пробки. Так. Тоже убираем. Так. Ctrl-Shift-D. Что еще можно убрать? Так. Выбор типа карты. Полноэкранный режим. Ну, давайте уберем еще линейку, например. Так. Скопируем. Так. Дубликат. И вставляем. Все. Сохранимся. Теперь обязательно проверим, какие элементы у нас должны пропасть. Вот эти вот. Пробки должны пропасть. И наша линеечка должна пропасть. Так. Обновляю карту. Так. Ах, да. Мы тут запятые не ставим. Это я на автомате поставил запятую, потому что везде мы их тут ставили. Здесь идут именно точки. То есть все это можно запилить одной строкой. Давайте мы сохранимся. Обновимся. Так. И видим, что у нас пропали. Получается вот здесь все. Пробки и линейка снизу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...